Капитаны Ну что ж, двинулись путь За мной в Сахару на странице романа Доде А это что? Настоящая Сахара? А где же песок? Только одна пятая часть Сахары, Петя, покрыта песками На всем остальном пространстве расстилается необъятная каменистая пустыня А как мы поедем через эту пустыню? С любым попутным караваном Эгей! Караван готов в путь Путешествие на верблюдах По Сахаре Да все ребята мне будут завидовать Вот только как взобраться на верблюдах? Ну ничего не может быть проще Эти надежные корабли пустыни сейчас лягут на землю На, 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 хоп, хоп, хоп Ложись, так, прошу, прошу Садись, Петя, скорей Вперед по караванной тропе Эгей! Меня с верблюдом никогда водой не разолью Мы дружим долгие годах И я, и мой верблюд Мы знаем путь среди песка Не бродим наугад Хорош верблюд у старика В пустыне говорят Мы с ним без дела не сидим Спеши, дружок, спеши Хотя не каждый день едим И платят нам гроши Дорога наша нелегка Но не гляди ним назад Хорош верблюд у старика В пустыне говорят Ой, что это такое? Где? Ползет Если б я не знал, что в Сахаре нет жизни Я бы подумал, что это крокодил Это, Петя, гигантская ящерица, варан Вараны действительно очень похожи на крокодилов Вороны Да, они часто тут попадаются А вот и ласточки И горшины, и орлы Что это они летят все вместе? И так быстро, если я не ошибаюсь Они спасаются от какой-то опасности Целое стадо антилоп Мчится в паническом ужасе Про этих антилоп Петя говорят Что их кормят и поют ноги А газели их обгоняют Смотрите Неужели они так встревожены Моим возвращением в Сахару? И как быстро все об этом узнали Нет, дорогой Тартарен Их встревожило другое Посмотрите на горизонт К нам быстро приближается Какая-то черная туча Капитаны Что это? Это идет саму Заставьте верблюдов меч Держите верблюдов Они рвут веревки Они обезумели Разбегаются в разные стороны Держите, держите Помогите Петя Капитан Эмо, где вы? Тартарен Левее, левее, Тартарен Пробивайтесь к этим развалинам Под защиту стены Я ничего не вижу Где вы? Держитесь вместе Мы спаслись или нет? У меня лично нет никаких сомнений Мы спасены Так, саквояж с ложками и вилками Прекрасно, на месте Боже мой, мы погибли Что? Пропали продукты Унесло Корзину Я уже начинаю Чахнуть с голода Клянусь Прошедшим самумом Капитан Григорьев Вовремя заметил Развалины этой старинной крепости Иначе нам пришлось бы плохо А нам и так довольно плохо, капитаны Верблюды разбежались Унесло корзину Дорогой друг Петя Мы тебя тут оставим на вахте А сами двинемся в разведку Как? Оставить мальчика? Одного в Сахаре? Не вмешивайтесь, Тартарен Пусть Петя немного побудет один Ты, конечно, не боишься, Петя Ведь кругом на тысячи километров только песок Вы думаете? Неужели знаменитый капитан волейбольной команды Петр Синицын Побоится остаться на полчасика в Сахаре один? Я думаю, достопочтенный Петр Николаевич Что вы будете скучать не более Чем ваш покорнейший слуга В плену у великанов За мной, капитаны Я от них этого не ожидал Покинуть одного В Сахаре Ученика шестого Б Тут даже сам Пржевальский мог бы призадуматься А чего мне бояться? Ну, допустим, есть животные Но ведь не хищники Что это? Кто это плачет? Неужели это шакалы? Львы Рычат, как у себя дома в зоологическом саду Что это? Ну что, Петя, есть жизнь в этих песках? Вернулись А где вы были, капитаны? А мы прятались рядом за песчаными буграми Пока шел этот не совсем обыкновенный урок географии Но я успел за это время собрать для тебя букет Из песчаной акации Не так уж плохо для пустыни, а? Благодарю вас А я поймал для тебя несколько жуков Их в Сахаре немало Из самых различных видов Да, Иван Иванович правильно мне поставил двойку Так мне и надо Но ты же не можешь оставаться с двойкой пиографии Ты должен все узнать про Сахару Среди ее песков и каменистых просторов Встречаются и травы, и заросли акации, и цветы, и множество животных Обитатели пустыни отлично приспособились и к жаре, и к недостатку влаги Как же это? Многие растения, например, иерихонская роза Спасаются от засухи потому, что растут очень быстро При первом же дожде семена их прорастают И почти сразу появляются цветы Солнце еще не успело отнять у почвы влагу, а растение почти созрело Листья у растений Сахары тоже особенные У дерева тальха Они так малы, что разглядеть их можно только вблизи У многих растений они поворачиваются ребром к солнцу Так меньше испарения А у этели и тамариска листьев совсем нет Вместо них между веточками торчат крошечные бугорки Пустынные растения умеют не только сберегать воду, но и добывать ее Кустарник оленда невелик, около метра высотой А корни его протягиваются на 15 метров И цепко улавливают каждую капельку влаги Песок вокруг корней склеивается Получается трубка, непроницаемая для воды И вода не уходит из корней в песок и не испаряется Степные листички, фенеки и тушканчики Роют глубокие норы и спят в них целыми днями А ночью выходят на охоту Маленький, рыжий, с огромными почти в четверть туловища ушами фенек Разрывает песок с непостижимой быстротой Иногда прямо на глазах у охотников он буквально проваливается сквозь землю Во время больших дождей эти зверки впадают в спячку Совсем как бурые медведи зимой Есть в пустыне страусы, но их очень мало Много в Сахаре и змей Они способны целые месяцы жить без воды Спасибо, Дик Теперь я много узнал про Сахару Если ты так будешь знать все уроки по географии Питя У тебя вскоре сдвинется новый дружок Дружок? Какой? Дружок Пятерка Дружок Пятерка Сколько раз с тобой писали мы рассказ И не смущаясь неудач Решали множество задач Перед тобою падал ниц Унылый призрак единиц И двойка стощей головой тревожной поднимала вой Дружок Пятерка Ты одна Всегда надежна и верна Любому школьнику нужна Дружок Пятерка Без всякой радости, друзья В тетради тройку вижу я На тройке этой далеко Уехать вовсе нелегко Четверке умнице почет Она никак не подведет Четверка в четверти повель откроет И пятерки дверь Дружок Пятерка Ты одна Всегда надежна и верна Любому школьнику нужна Дружок Пятерка Нет, капитаны Не будет у меня Пятерки по географии Это почему же Разве Иван Иванович поставит пятерку человеку Который не знает о положении индейцев в Соединенных Штатах Может, вы и о них расскажете? Охотно Но мы возьмем с тебя слово, что отныне ты будешь сам обо всем читать И хорошо учить географию Да ведь я не знал, что это так интересно А, вот и добро, дорогой Петя Капитаны Предлагаю проложить курс в прерии Северной Америки На старинные родовые земли индейских племен А как мы туда попадем? На крыльях мечты Мы на берегу какого-то озера Это страна великих озер Смотрите, капитан К дереву привязана индийская пирога Клянусь стропинками следопытов Она мигом домчит нас до места Садитесь, садитесь, капитан Сюда Куда же мы плывем? Мы держим курс на священный старый дуб Еще задолго до появления первых белых колонистов Индейцы собирались под сенью этого дуба На совет племен Это дуб-отец Покровитель индейцев из древнего сказания Я вижу на берегу озера дым костра Раскрашенные воины в упорах из птичьих перьев Причаливайте к берегу Ну, выходите на берег Так, а ну-ка иди к руку Вот Нас встречает какая-то индианка За ней следует несколько воинов Они встречают нас с миром Их копья опущена стриями к земле Дымный костер Одинокий костер О, ты обогрей меня Мало осталось Братьев сестер В наших вигвамах Друзья Вдали от родимых Старых холмов Горек изгнанья Час Но путника Встретить Каждый готов Каждый готов Каждый готов Из нас Если ты путник не враг, а друг Прямо в глаза посмотри Садись у костра В наш тесный круг И трубку Милка Закури Наш гордый народ Должен муки терпеть Изгнанья цепи носить Нет лучше стоя Нам умереть Чем на коленях жить Ты пробирался Опасной тропой Труден был долгий путь Но если пришел к нам С открытой душой Гостям желанным Гостям желанным Буд Если ты путник не враг, а друг Прямо в глаза посмотри Садись Садись На стран На тесный круг И трубку Милка Закури Чужестранцы Какие тропы Привели вас сюда Мы пришли к вам по тропинке дружбы Наш костер обогреет и вас Узнаю вас Узнаю вас Знаменитые капитаны Достопочтенный гаевата Любимый сосед по книжным полкам Встреча с вами Такая приятная неожиданность Из этих мест Давно изгнаны индейские племена И только мы Книжные герои По ночам пробираемся на родные земли К святыне наших дедов Вот здорово Кто этот Бледнолицый мальчик Это наш друг Попавший на тропинку бедствий Представьте себе, месье Чингачгук Мальчик получил двойку Из-за вас, великий змей Не верю Я ни одного мальчика не доводил до двойки Нет, не лично вы Понимаете, так получилось Иван Иванович меня спросил О положении индейцев Ну, а я Получил двойку Вы поможете нашему другу Исправить отметку Охотно Займите почетные места У костра совета Мальчика я посажу рядом с собой Пусть он узнает Всю правду о горестной судьбе Моих братьев по крови Братьев по лесам Озерам Я гаевата Победитель западного ветра Победитель голода Первый индейский земледелец Изобретатель письменности Изобретатель лодки Учитель индейских племен Приветствую вас в этом стойбище мира и дружбы Я вышел из поэмы Лонгфелла Песня о гаевате Я гляжу на моих братьев И сердце мое сжимается Я вижу их в лохмотьях Лица их обогрены кровью Объясните, что случилось с индейскими племенами С тех пор, как я ушел в страну по Нима К островам блаженных Я передаю трубку мира тебе, Чингачгук Как старшему И слушаю твой рассказ Я, Чингачгук Сын Ункаса Последний из магикан Прозванный великим змеем Я вышел из книги Фенемора Купера Зверобой Евата Америка больше не принадлежит нам Триста лет тому назад На берегах длинного узкого острова Манхэттен Сыграла странная сцена На острове высадились белые люди В широкополых шляпах В руках у них были длинные ружья Белые предложили индейцам Отдать им остров Манхэттен Для поселения И в обмен Дали шкатулку С бусами и лентами Ценой в двадцать четыре доллара У индейцев было много земли Гостям они относились приветливо И охотно отдали им этот остров На берегу бухты Возник поселок Из шести домиков В следствии Этот поселок Стал называться Нью-Йорком Так впервые Были обмануты индейцы С каждым годом Пришельцев становилось Все больше и больше И цель их стала ясна Они пришли в Северную Америку Чтобы уничтожить индейцев Захватить их земли Передаю трубку мира тебе Брат мой маленький волк И слушаю Твой рассказ Я Маленький волк Вождь племени шаенов Вышедший из книги писателя Говарда Фаста Последняя граница Да В Америке могли бы царить мир и благополучие Но янки захватили Все наши леса Поля Степи и озера А нас индейцев загнали В крошечные резервации Заповедники На жалкие клочки Бесплодной земли Где нельзя заниматься ни охотой Ни сельским хозяйством Когда мы говорим о своей нищете и бесправии Нам отвечают, что мы лентяи Мы попали в положение каторжников Нам не разрешают переходить границы заповедников А когда мы бежим из этих лагерей уничтожения Нас преследуют как диких зверей У нас нет ни школ, ни больниц Мы не имеем права голоса Мы постепенно вымираем Но не сломлен Свободолюбивый дух нашего народа Поистине сердце мое сжимается, когда я слышу ваши рассказы Однако я знаю, что и среди американцев Есть настоящие люди Мне хочется напомнить американцам, к чему призывал их Великий поэт Лангфелло Смойте с пальцев пятна крови Трубки сделайте из камня Тростников для них нарвите Ярко перьями украсьте Закурите трубку мира И живите впредь, как братья Я бы вас слушал и слушал Хоть до полночи Уже наступила полночь Мой бледнолицый мальчик Луна Высоко поднялась на небе Мне пора домой Да-да, надо поспешить Спасибо за все Я никогда не забуду нашей встречи у старого дуба Ложимся на обратный курс До сходни Вот я и дома Браво, браво Сейчас капитаны поднимутся на книжные полки А бедный, скромный, покинутый всеми Броженный на произвол судьбы Обиженный вами старый Милхаузен В поисках истины Будет один бродить по свету Барон Милхаузен Вы уже вернулись Откуда? Где вы путешествовали? Желающие узнать подробности Благоволят залезть в пушку И отбыть по моему маршруту Прицел я буду устанавливать лично По чести говоря, мы должны перед вами извиниться Как это ни странно, но сегодня вы говорили нам только правду Ага! Да, Петр Синицын, кажется, плакал И вовсе я не плакала Конечно, конечно, любому мужчине может загрустнуться А сейчас капитан Петр Синицын улыбается Теперь я знаю, что скажу папе Честно признаюсь про двойку И что я выучил все вопросы И как я буду добиваться, чтобы у меня завелся новый дружок Пятерка А я потерял своего дружка Корзина с продуктами погибла в Сахаре Ух, как я голоден, как я голоден Ну, хотя бы легкий завтрак Ну, там, баранья нога, уха из налимих печенок Мюнхаузен, знаете вы, что такое уха? Уха? Да, знаю, знаю И ни за что не возьму в рот хотя бы одну ложку ухи И вот почему Это было ровно сорок один год Одиннадцать месяцев и двадцать три дня назад Мой электроход Он назывался, как сейчас помню, Корюшка Стоял тогда у причала Одисабепского порта Он укрывался там от вечных штормов неприветливого и коварного Саргасова моря Из всех морей Арктики Саргасово, как вам известно, самое опасное и неудобное для мореходства Вас на каждом шагу подстерегают тайфуны и циклопы Чтобы швырнуть со всего размаха на крутые гранитные берега Ах уж эти мне проклятые берега Саргасово моря А кровожадные морские львы, которые подстерегают терпящих бедствия моряков на каменистых пляжах А гигантские шары, которые буквально кишит это море Достаточно вспомнить, как катится навстречу беззащитному судну какой-нибудь Югорской Или там Маточкин шар, чтобы мороз пробежал по коже самого бывалого морехода Ну и вот, мне на моей корешке пришлось спешно выйти в море, чтобы спасать судно терпевшее бедствия Это был танкер, возвращавшийся из Антарктики с бесценным грузом кораллов В каких-нибудь трех днях ходу от Одиса Бэба он наскочил на айсберг Два дня разыскивал я его на моей корешке, пока сам не напоролся на айсберг Ну, корешка, конечно, со всей командой моментально пошла ко дну И только я один спасся Каким образом? Ну, видите ли, капитане Во время опасных походах я имею обыкновение держать во всех карманах Крепко закупоренные бутылки Ну, 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 конечно, порожнее Между прочим, капитаны, настоятельно рекомендую всем Закупоренные бутылки Отлично заменяет громоздкие поплавки и спасательные круги Ну, на третий день после гибели корешки Меня вдруг вывели из раздумья звуки Походившие на отдаленную стрельбу Пак, пак, пак У меня сразу мелькает мысль А что, если это какой-нибудь несчастный ведет неравный И безнадежный бой с морским львом? Скорей, скорее, на помощь, бедняги Я лезу в карман камзола, чтобы первым делом проверить пистолет И тут же выдергиваю руку Смотрю, она вся в крови Что за чертовщина Порезался Лезу в другой карман за платком, чтобы перевязать пораненную руку И этот карман полон битого стекла Но я в третий карман В четвертый, ну, словом, все 38 карманов моего камзола Жилета и брюк – полны, полны бутылочных осколков Так вот, что за выстрелы Доносились до моих ушей Это был треск лопавшихся бутылок И, знаете, от чего они все полопались? От страшной жары Да-да, я за своими раздумьями не заметил, как очутился в горячих водах морского течения, известного под названием Гольфстрим. Попав в кипяток, стеклянные бутылки всегда лопаются. Это закон физики. Когда человек попадает в Гольфстрим, его всегда мучает жажда, а уж это закон биологии. Так вот, почему меня так мучила жажда? Вдруг слышу страшный йов. Смотрю, это ошпарился кит. Издали доносился надрывный лай ошпарившихся морских собак, мяуканье морских котов, испуганное ржание морских коньков. Но мне было не до них. Мое внимание уже привлек приапетитнейший запах рыбной похлебки. Понимаете, капитаны, неосторожные рыбы тысячами попадают в Гольфстрим, варятся в нем и превращают его соленые потоки в миллиарды тонн вкуснейшей, вечно дымящейся, сытной, очень питательной рыбной похлебки. Ну, я вдоволь нахлебался ухи, соорудил из обломков погибших кораблей небольшой плот и преспокойно уснул после долгих треволнений. Проснувшись, я снова воздал должное ухе, и так я странствовал по бесконечным просторам Саргасова моря ровно сто четырнадцать дней, питаясь одной ухой. Вы можете же представить, как она мне за это долго и срока противила. Кроме того, она все же была чересчур соленой. И если бы не молоко морской коровы, которое мне удалось приручить, я бы, скорее всего, погиб от жажды. А вот ты, Петя, мог бы указать на географические ошибки, которые допустил в своем рассказе наш милейший Мюнхгаузен? Ошибки! Тише! Петя спит. А на ошибки Мюнхгаузена пусть укажут наши юные радиослушатели. Тревога! Свистать всех наверх! По книжным полкам, друзья-капитаны! Итак, наша сорок шестая встреча окончена. За окошком снова прокричал петух, Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом маршет утренний туман. До свидания, Вашу руку, капитан! До свидания, Вашу руку, капитан! Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки плеснут. Но кляемся честью всем, кто слушал нас, Будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз. Снова мы вас заедем.